Дизайн всяких городских объектов, городской мебели, городской навигации и всего такого, он нужен, потому что, на самом деле, город – это важная среда, это важное пространство. И чем дальше мы живем, тем больше мы от него ждем смыслов, тем больше оно мы от него чего-то хотим, больше требуем, оно нам больше помогает, оно больше участвует в нашей жизни. Если взять, там, сто лет назад, например, город был гораздо проще устроен. То есть, там, в принципе, у тебя было достаточно нескольких ориентиров, ты знал, здесь, там, главный собор, здесь речка, там гора, тут, там, церковь и еще что-нибудь, площадь рыночная. Ты ориентировался по каким-то важным крупным вехам, у тебя не было разветвленной сети общественного транспорта, не было подземных всех этих дел, не было каких-то маршрутов сложных. У людей все было очень заточено, просто, понятно и, в общем, тогда главный городской дизайн был просто вывесками или надписями или витринами. И, может быть, красота домов имела значение. То есть, каждый схвастался, у кого там больше денег, на фасад. Сейчас немножко все это видоизменилось. Сейчас уже люди редко соревнуются красотой домов, больше дома становятся утилитарные. Зато огромное количество у города появилось функций, которых раньше никогда не было. Та же самая транспортная навигация – это целый отдельный мир, как пройти от одного подъезда до другого подъезда. Ну, сейчас, слава богу, у нас есть Яндекс.Карты, можно вбить маршрут от и до, и он нарисует все, где перейти дорогу, где подземный вход, где какой номер выхода, до какой станции метро проехать, на какой автобус пересесть. Вот это все. У нас город очень, очень просто соединяется. Мы можем поехать в какую-нибудь нужную нам мастерскую или, там, парикмахерскую или магазин на совершенно другом конце города, где мы никогда в жизни вообще не были. И там нам понятно, что делать. Потому что там все состоит из удобных, понятных, очевидных и предсказуемых вещей, самое главное. То есть, в этом смысле унификация и некий язык коммуникации, с помощью которого город разговаривает с людьми – это вот то, в какую сторону мы идем. Понятно, что мы только-только начали и вообще мало кто создавал реально крупные города, в которых человеку прям все-все-все принадлежит, все просто и так далее. Мы только сейчас к этому подходим. На самом деле, с дешевизной такси, с автоматизацией, с картами, которые есть в телефоне, мы гораздо больше пользуемся навигацией, чем даже 20 лет назад или, там, 30 лет назад никто же не ходил по Москве с картой. Ну, то есть, может, у какого-то таксиста лежала она. Вообще, в принципе, опять же, у нас маршруты были очень-очень упрощенные. Мы, может быть, ориентировались на станции метро или на какие-то очень нужные объекты, но, в принципе, это все было такое прям путешествие. Сейчас это гораздо проще. И, в общем-то, городской дизайн и язык коммуникации городской этому очень сильно способствует. Будет еще больше.